Денис Борисович Гептерев Сегодня прочитает лекцию Отражение классовой борьбы в теории и практике Заключение коллективных договоров Ведет занятие кандидат медицинских наук Денис Борисович Гептерев Добрый день, уважаемые товарищи Сегодняшняя наша лекция посвящена как теоретическим, так и практическим вопросам А именно, как классовая борьба находит отражение в борьбе за создание, продвижение и заключение И в дальнейшем исполнение коллективных договоров Мы знаем, что коллективные договора имеют совершенно конкретное начало в России, в российской истории Первый коллективный договор был заключен в результате стачки работников бакинских нефтепромыслов в 1904 году Которая проходила под непосредственным руководством Иосифа Сергеевича Сталина И в результате этой стачки, которая носила массовый характер, охватила практически все производства нефти данного региона Был заключен первый в истории России коллективный договор Так называемая мазутная конституция, как ее называет Иосиф Виссарионович в своей работе Декабрьское восстание и Декабрьский договор Посвященный пятилетнему юбилею, пятилетней годовщине Заключение этого Декабрьского договора То есть мы не считаем так же, как писал по словам Иосифа Сергеевича Беншивика Рин О том, что коллективный договор имеет божественное происхождение Соглашение, божественный промысел, который привел рабочих и нефтепромышленного к соглашению Нет, это соглашение было вырвано в упорной стаичной борьбе Мы знаем, что эта борьба носила вначале стихийный характер Это разрозненные выступления по отдельным заводам и фабрикам Но поскольку общее руководство осуществляло социал-демократическую партию Коммунистическую партию, как мы назвали ее сейчас по сути Эта борьба приобрела организованный характер Это позволило сплотить коллективы Это позволило выдвинуть единые требования И, так сказать, единым кулаком разгромить Сломить сопротивление нефтепромышленников Которые растерялись в какой-то момент И правительство было растеряно Не успело выполнить какие-то действия Потому что государство, как мы знаем, это государство, это машина в руках подавления господствующего класса Но здесь она не успела, так сказать, сработать Подавить вот эти выступления, когда они приобрели массовый характер Поэтому в результате был заключен этот коллективный договор Какие результаты были? Естественно, что все требования, которые выдвигались в ходе вот этой забастовки Они не могли быть удовлетворены Ну, там были, в частности, достаточно много политических требований Например, дало и самодержавие Даешь учредительное собрание Ну, самодержавие устояло Понятно, что в результате стачки на одном нефтепромысле оно пасть не могло Но, тем не менее, в области положения рабочих были достигнуты значительные улучшения С 11-часового рабочий день был сокращен до 9 часов Если рабочий до восстания, до заключения, до забастовки получал 80 копеек в час То стал получать рубль с копейками Стали платить квартирное пособие Или квартирное довольствие Были прекращены необоснованные штрафы Притеснения были, так сказать, введены в какие-то законные рамки Со стороны мастеровых, начальников Которые, так сказать, и оскорбляли, физически применяли методы воздействия До этого Все это было достигнуто в результате борьбы и заключения договора Но, что еще дало Иосиф Виссарионович об этом пишет в своей статье Что дало прежде всего То, что рабочие почувствовали, что они являются силой Что отъединившись в коллектив, они могут сломить сопротивление Они могут эффективно, как бы мы сейчас сказали, бороться за свои права и интересы Вплоть до полной победы над классом угнетателей Несмотря на достигнутые успехи В дальнейшем постепенно, год за годом Нефтепромышленники стали, так сказать, отбирать все, что завоевано Пользуясь в определенные периоды снижением нефтедобычи Сокращением вот этого рынка И, соответственно, были, по крайней мере, мотивируя тем, что рынок сокращается Нет необходимости в таком количестве рабочих Соответственно, отнимать квартирные Понижать зарплату И здесь четко совершенно видно, что, во-первых, если борьба не ведется постоянно За достигнутые при заключении коллективного договора положения То постепенно могут их забрать обратно Не так, что сразу все взяли и отменили Ну, шаг за шагом, так сказать, мамонта, как известно, надо съедать по частям Ну, и следующий момент, который тоже важным является Это то, что в рамках существующего строя Это был, так сказать, поздний феодализм И капитализм в становлении, будем говорить так Потому что экономический господящий класс уже остановился Создавилась буржуазия Рабочие не могут достигнуть перелома в своем положении То есть не могут достигнуть качественного изменения своего положения То есть да, уменьшается рабочий день, увеличивается заработная плата Но все эти достижения являются непрочными И в любой момент, в общем-то, капиталисты могут забрать обратно И для того, чтобы упрощить вот эти завоевания Необходимо завоевание политической власти Завоевание политической власти, которое может проходить только под руководством политической партии Партии рабочего класса Если партия не участвует, то вообще, так сказать, говорить об организованных каких-то выступлениях Ну, на тот период времени, по крайней мере, не приходилось Потому что они носили более такой стихийный характер И, соответственно, достижения были еще меньше И в то же время мы видим, анализируя тот период Он нашел отражение в других работах Иосиф Виссарионович, в частности, поворот в тактике нефтепромышленников Где речь идет о, так называемом, соглашении То есть фактически о перезаключении этого коллективного договора На том, как нефтепромышленники срывают проведение коллективных переговоров Вот этого совещания Срывают совещание Каким образом совещание? Ну, назначая совещание на зимнее время Когда подвоз нефти невозможен Когда созданы запасы Когда сложно, так сказать, проводить забастовки В силу, так сказать, времени года и экономической ситуации И таким образом выбивают почву из-под ног у широкого статистического движения Вот собираются эти совещания в 1905 году, 1906 году И рабочие покидают эти совещания Потому что не выполняются условия, при которых они должны участвовать А условия какие? Так называемые гарантии, о которых говорит Иосиф Виссарионович Это участие широких масс в обсуждении условий В движении своих делегатов на собрание Потому что совещание с рабочими, без рабочих Это, так сказать, естественно, может проходить только в интересах класса капиталистов Но никак не в интересах самих рабочих Ну и, наконец-то, второе условие Это возможность поддержать свои требования широкой стачкой Если второго условия нет Соответственно, проводить совещание невозможно в интересах рабочих Мы видим, что сейчас, если мы, так сказать, перенесемся в наше время И посмотрим на опыт заключения прогрессивных договоров отдельными коллективами Мы видим, что без проведения коллективных действий Которые иногда носят характер забастовки Но иногда они имеют, скажем так, характер такой вот скрытой забастовки Мы знаем эти формы борьбы И работа по правилам И выполнение норм на 101% Отмена, не выход на сверхурочные, выходные дни То, что возможно проводить без объявления официальной забастовки Вот эти меры и вплоть до забастовки Позволяют заключать прогрессивные коллективные договора Если активных действий для поддержания проекта коллективного договора Выдвинутого коллективом или профсоюзом как представителем коллектива Не проводятся То, соответственно, и не проводятся эти положения Или этот проект не проходит Не проходит То есть необходимы коллективные действия Так же, как и более 100 лет назад Они были необходимы для заключения первых коллективных договоров И здесь Вот анализ этого опыта очень важен Потому что он позволяет нам понять Что тактика при заключении коллективного договора Она может быть различной И результаты вот этой борьбы И итог договора Он зависит от соотношения классовых сил От того, на чьей стороне перевес И в своих работах Опять-таки, Иосиф Виссарионович спишет об этом Значит, вот есть две принципиально разные ситуации Первая ситуация, когда идет подъем промышленности Идет расширение производства Добыча, добыча, так сказать, нефти Ну, будем говорить на примере нефтепровод Добыча идет полным ходом Идет отгрузка Постоянно, так сказать Идет увеличение нефти добычи Соответственно, требуются дополнительные мощности Дополнительные рабочие руки И прибыли велики И в этот момент, конечно, проведение На подъеме проведение широких Запасовочных действий Широкой стачки Приносит максимальные плоды Так как, когда все выступают единым фронтом И потери, которые грозят нефтепромышленникам Также велики В результате таких коллективных действий Значит, есть больше шансов Больше возможностей вырвать победу у капиталистов В то же время Надо понимать, что подъем И, так сказать, подъем производства Он выгоден не только капиталистам Но выгоден и самим рабочим Потому что есть работа Раз, да Значит, есть, ну, как мы сейчас сказали Вакансии Соответственно, есть выплаты Которые не сокращаются, по крайней мере Потому что как только начинает сокращаться производство Значит, до того Естественно, что не начинают сразу сокращения работников Сначала идет сокращение издержек Какие издержки сократить? Оборудование не сократишь Расходные материалы не сократишь Но можно сократить заработную плату И прежде всего идет урезание Основная заработная плата может какое-то время сохраняться Начинают, так сказать, отнимать всякие компенсации Ну, квартирные, допустим За сверхурочные, за ночное время То есть, начинают убирать доплаты Потом уже доходит дело, естественно, и до заработной платы Особенно если вот эти вот урезания Которые, казалось бы, поначалу носят Такой случайный, небольшой, незначительный характер Вроде как И не воспринимаются как наступление на трудовые интересы На интересы рабочих Если это сходит с рук Значит, дальше, соответственно, идет отнимание Больше, больше, больше Вплоть до того, что начинают сокращения А как только идут сокращения Естественно, любые протесты Они приводят к тому, что те, кто в первых рядах Они, в первую очередь, оказываются заворотами предприятия Вот, и в этой ситуации В этой ситуации, когда идет Есть спад производства Есть сокращение занятости Растет резервная армия труда безработных И в то же время Накапливаются запасы конечного продукта Ну, в данном случае это нефть Если она накоплена Соответственно, дольше времени Может Могут Капиталисты Могут дольше сопротивляться Соответственно Вот этой достаточной борьбе То есть они меньше теряют У них есть, так сказать, подушка безопасности Резерв Определенный А у рабочих такого резерва нет Потому что до того, как они вступили в эту борьбу У них уже, так сказать Подрезали зарплату И так далее Значит, у них этого резерва нет Что пишет по этому поводу товарищ Сталин? Он пишет, что в таких условиях Когда капиталисты готовы А мы не готовы к широкой борьбе Проведение Проведение Широкой Забастовки Всеобщей забастовки Экономической Было бы ошибкой Является ошибкой Не было бы ошибкой А является ошибкой И в этом случае Правильной тактикой Являются Забастовки по фирмам То есть борьба по фирмам По отдельным фирмам Значит, там, где условия позволяют Там, где сильна партийная ячейка Там, где во главе промыслово-заводской комиссии Находятся стойкие люди Партийцы Значит, там возможно проведение Локальных действий Значит, соответственно Иосиф Саверонович рассматривает это Как форму отступления Но не форму поражения То есть борьба идет Руки рабочий класс вверх не поднимает Но понимая, что В настоящий момент Соотношение сил Не на стороне рабочего класса Выбирает сознательно Вот такую тактику борьбы В то же время В то же время Такая борьба по фирмам Должна способствовать Сплочению Самих коллективов Раз И укреплению партийного единства Потому что вот эти действия Должны координироваться Партийными ячейками Которые тоже должны объединяться По фирмам И между районами И между районами То есть И подъем промышленности И спад промышленности Можно и нужно использовать Для введения Старственной борьбы И для заключения Коллективных договоров Но тактика должна быть различной Поэтому нельзя сказать Что вот всеобщая Экономическая забастовка Она является таким вот Универсальным средством Универсальным средством Которое позволяет Добиться цели И более того Прямо пишет Осин Виссарионович О том, что в таких условиях Условиях спада Силы капиталистов И наши Недостаточные силы У нас Такие вот Массовые стихийные Выступления Могут привести К поражению И наоборот К ухудшению В конечном итоге По поражению Рабочих А тактика Забастовок По фирмам Она доказала Это не просто Теоретическое положение Но Как пишет Опять-таки Иосиф Виссарионович Тактика Весенних забастовок Показывает Что при активном Вмешательстве Союзов И нашей организации То есть партии Забастовка По фирмам Может оказаться Одной из самых Верных средств Для Сплочения Пролетариата Сплочения И здесь мы Подходим К тому Вообще В чем Смысл Борьбы За Прогрессивные Коллективные Договора Коллективный Договор Как мы видели С историей Родился В результате Борьбы И эта борьба Продолжается Естественно После Реставрации Капитализма Мы знаем Что Включение Положений О заключении Коллективных Договоров Трудовой Кодекс Тоже явилось Следствием Борьбы За Вот это За Принятие Трудового Кодекса Эта борьба Проходила При широкой Поддержке Трудовых Коллективов И Мы должны Рассматривать Вообще Коллективный Договор С одной стороны Как достижение Российского Рабочего Класса С другой С другой С другой С другой С другой Как оружие В его руках Которое Нужно Использовать В классовой Борьбе Ну а Как Мы знаем И Маркс Говорил И Ленин Что любая Классовая борьба Есть борьба Политическая Есть борьба Политическая То есть В любой Классовой Борьбе Включая Борьбу Идеологическую Которую Мы различаем Экономическую И политическую Есть Политическая Составляющая Без нее Обойтись Невозможно Значит И здесь Мы видим То Что как Любое Оружие Оно Является Обоюдоострым То есть Это оружие С одной стороны В руках Рабочего Класса С другой Стороны Это оружие Может взять И берет Собственно говоря Работодатель В свои руки Ну как С любым оружием Так сказать Если вы оружие Выпустили Из своих рук Его возьмет Ваш Противник В данном случае Классовый И этим же оружием Будет вас Пробивать И это происходит И мы Видим На примере Тех коллективов Где Коллективы Через свои Представительные органы Прежде всего Через профсоюз Или там Совет Трудового коллектива Не выдвигает Свой проект Коллективного договора Не проводит За него агитацию Не Поддерживает Его коллективными Действиями Там администрация Составляет Свой проект Коллективного договора Выгодный Работодателю Включают В него пункты Естественно По закону Оно не может Включить Пункты Которые бы Ухудшили Положение Работников По сравнению С трудовым Кодексом По закону Нельзя сделать Но Тем не менее Мы знаем Что коллективный договор Конституция Предприятия Она должна Улучшать Положение Работников Тогда она Будет Прогрессивна Если она Положение Работников Не улучшает То этот Договор Практически Является Пустым В то же время В него Могут быть Скрыто Заложенные Работодателям Те моменты Которые Будут Ухудшать Положение Ну в частности Если процедура Согласования Важнейших Важнейших Решений Которые Затрагивают Интерес И положение Работников Будет Заменяться Учетом Мнения То понятно Что Мнения Профсоюза Учитываться Не будет Потому что Ну вернее Оно будет Скажем так Оно будет Учтено Но никакого Влияния На результат Не окажет Результат Не окажет Соответственно Какие интересы Предпринимателя Каковы интересы Капиталист Это Уменьшение Издержек Естественно За счет чего За счет Уменьшения Заработной Платы За счет Удлинения Рабочего Дня Ну и За счет Так сказать Ухудшение Условий Труда И важное О том Что И опять-таки Товарищ Сталин Об этом Пишет Это Борьба И разгон С Рабочими Союзами Да Потому что Если Союз Разложен Рабочих Профсоюз 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 Если он Не отстаивает Интересы Работника Значит он Будет действовать В интересах Кого В интересах Работодателя То есть Понижение Заработной Платы Увеличение Рабочего Дня Ухудшение Условий Труда И борьба С Рабочими Союзами А каковы Интересы Рабочего Класса Каковы Интересы Рабочих Они прямо Противоположны Потому что Классы Антагонистические Это Сокращение Рабочего Дня Это Повышение Заработной Платы Это Улучшение Условий Труда Это Укрепление Рабочих Союзов И борьба С союзами Капиталистов Об этом Пишет Осип Весторонич В статье Посвященной Фабричному Законодательству Как мы видим Вопрос Ставится О Понижении Или повышении Заработной Платы Если Повышение Заработной Платы В интересах Работников И это Требование В общем-то Выдвигалось С самого Начала Рабочего Движения И не потеряло Актуальность До сих пор То Капиталисты Со своей Стороны Требования Не выдвигают Они просто Это делают Осуществляют Унижение Заработной Платы Делают они Это Различными Способами Это можно Делать На каждом Конкретном Предприятии Уменьшая Заработную Плату Уменьшая Выплаты По тем Или иным Позициям И это Можно делать В масштабах Всего Класса Через Инфляцию Через Механизмы Инфляции И это Делается Успешно Мы знаем Что Инфляция Не растет Вернее Цены В огороде Не растут Никто их На грядках Не поливает Цены Повышаются Целенаправленно Мы знаем Что Далеко Ходить не надо В нашей стране Как это происходит Тарифные комиссии Принимают решение О повышении Тарифов На электроэнергию На Тепло На свет На транспорт На ЖКХ И так далее Но это делается Не сразу Естественно Растягивается Во времени Чтобы Это не было Ударом Для населения Которое может Привести К каким-то Социальным всплескам И так В течении года Постепенно Естественно Когда повышаются Тарифы На Естественные Монополии Вслед за этим Начинают Все остальные Начинают Повышать Мотивируя тем Что у них Издержки Увеличиваются Соответственно Можно повысить Но повышают Естественно Не пропорционально А Как говорится Кому как Совесть позволит Ну вот Свежий пример Пожалуйста В этом году Принято решение О повышении Акцизов На бензин 2 литра 2 рубля На литр Будет повышен Вот Аналитики Посчитали Судили Редили Что в итоге Сильного повышения Цен на бензин Не произойдет От пускных Всего лишь Они повысятся На 2 рубля 60 копеек В связи с удешевлением Нефти Да То есть 60 копеек Просто так сказать Накинуто Ну вот Чтобы не было обидно Почему правительство Может себе позволить Повысить Цены Значит А мы что Чем хуже Как говорится Ну и мы повысим Да А с бензином Совершенно верно Михаил Васильевич Заметил Что в нашей стране Движение цен на топливо Оно всегда Однонаправленное Куда бы цены на нефть Не двигались Цены на бензин У нас растут Непрерывно Ну мотивация Так сказать Как говорится Объяснить Можно все что угодно Объяснение этому Можно найти В любых доступных Источниках Вот Более того Я слышал тут Даже представителя Высшей школы экономики Который говорил Что цены Они вообще Подчиняются Своим законом Они Не зависят От рынка И есть закон Непрерывного Повышения цен То есть Независимо от того Что происходит С ценами На нефть На газ И так далее Цены будут Расти Товарищи Вот Ну соответственно Эти люди у нас Определяют Экономическую политику Поэтому У нас цены И растут При этом Мы знаем Что производительность Труда Непрерывно Растет Соответственно Количество Труда Труда Заключенного В каждой Единице Продукции Оно уменьшается Соответственно Стоимость уменьшается То есть Вот закон В кавычках Непрерывного Повышения цен Он находится Прямо Противоположно Закону Понижения Стоимости Закону Понижения Стоимости Причину этого Мы тоже знаем Прекрасно Это Монополий Потому что Цены которые мы Сейчас имеем Это цены Монополистические То есть Монополист диктует Только сколько Сколько он Так сказать Будет Сколько Закладывается В плюс Мы Не всегда знаем Но вот Так сказать Иногда Можно Это Увидеть Или услышать Ну Например Недавно По непроверенной Информации Слышал я От Работника Автосервиса О Тормозных Колодках Стоимость Там Себестоимость Тормозной Колодки Порядка 100 рублей Продают они За 700 рублей То есть Норма прибыли Вы же понимаете Тормозная Колодка Накладка Которая Автомобиль Автомобиль Совершенно Вот Такая Наценка Торговая Поэтому Конечно Значит Мы видим По Предметам Потребления По многим Ну Скидки 70% И при этом В общем Продавцы Не остаются В накладе При распродаже Накидки 100 А? Накидки 100 Накидки Да Совершенно Верно Совершенно Верно Вот Цены Монопольные Значит Соответственно Таким Образом У всех Работников У всех Трудящихся Из кармана В течении Года На Индекс Потребительских Цен Зарплату Вынимают Это понижение Заработное Понижение В интересах Классы Копитации В интересах Значит Что предлагается Взамен Взамен Предлагается Проводить Индексацию Вот Цены Выросли В начале Года Мы Зарплату Повышим Но Это Не Возвращает Даже На уровень Потому что Деньги Это Уже У вас Отняли И Это Повышение Да Повышенное Зарплату Требуя Индексации Индексации Обязательной Индексации Мы требуем Обязательного Понижения Цены Обязательного Понижения Обязательного Понижения Заработной Платы При этом Вот это Требование Входит Противоречие И с Так сказать С буквой И духом 134 Статьи Которая Говорит О Реальном О Повышении Реального Содержания Заработной Платы Включая Индексацию И Здесь Интересный Момент Вообще Вокруг Этой Статьи Значит Есть Два Документа Вернее Даже Мы Рассмотрим Три Документа Как Это Преломляется В различных Документах Которые Отражают В общем-то Позицию Класса Классов И Социальный Групп Есть Так Назаваемый Макет Трудового Договора Разработанный Министерством Труда Российской Федерации Макет 2003 Года Вот Нам Например Речи О Повышении Заработной Платы Реального Содержания Не идет Там Сказано Так Значит Проводится В этом Макете Проводится Индексация Для Повышения Реального Содержания Заработной Платы Проводится Индексация Для Провели Индексацию И реальное Содержание Повысилось В то же В то же Время Есть Положение О Применении Положения Кодекса Закона Труде О Коллективном Договоре Это Инструкция Разработанная Федерацией Независимых Профсоюзов России Мы знаем Что они Особым Радикализмом Не отличаются Все время Критикуем За соглашательскую Позицию Но тем не менее Есть этот Документ Его можно Найти Он на официальном Сайте Находится Вот там Это положение Трактуется По другому Там Говорится О том Что Статья 134 Не исчерпывается Индексация Не исчерпывается И речь Должна Ити О повышении Реального Содержания Заработанной Платы Ну и Наконец Документ Который Наиболее полно Отражает Интересы Рабочего Класса Это Программа Федерации Правосоюзов России Задачи Коллективных Действий Задачи Коллективных Действий Вопросы Реального Повышения Реального Содержания Заработанной Заработанной Платы Поднимаются В нескольких Разделах Это В разделе Заработной Касающейся Заработной Платы Непосредственно И там Говорится О том Что Значит Первое С чего Начинается Это Доведение Заработной Платы До Стоимости Товара Рабочая Сила То есть Мы Не должны Начинать Индексировать Заведомо Заниженную Зарплату Что Индексировать И Поэтому Первым делом Первым Пунктом Должно Ити Повышение Заработной Платы И Повышение Заработной Платы Идет В интересах Рабочего Класса И это Требование Которое Ну мы знаем Оно исторически И сейчас Сохраняется То есть От него Отступать Нельзя И дальше Уже идет Вторым Пунктом Повышение Реального Содержания Заработной Платы Включая Индексацию Но самое Интересное Что В разделе Касающемся Макроэкономики Также Говорится О том О повышении Уровня Реальной Заработной Платы О том Что этот Уровень Должен Понижаться Уровень Реального Содержания Заработной Платы Должен Повышаться За счет Снижения Снижения Тарифов Снижения Цен На Предметы Потребления Расширения Социальных Гарантий И так далее То есть Когда мы Говорим О денежном Выражении Стоимости Товара Рабочей Силы И кажется Что получается Какая-то сумма Трудно Сопоставимая С сегодняшним Сегодняшним Уровень Уровень Зарплат Но Надо Понимать Что мы Имеем Дело С дутыми Ценами Которые Взвинчены Монополистами Что За Этими Ценами Скрывается Монопольно Высокая Прибыль Поэтому Один из Путей Так сказать Повышения Реального Содержания Это Снижение Цен В том числе Применением Госрегулирования Применением Госзаказа Расширением Так сказать Социальных Гарантий Чтобы не Приходилось Тратить Деньги На образование На Здравоохранение Вот Таким Образом И Это Борьба В интересах Рабочего Класса И В этом Ключе Мы должны Говорить Когда Говорим О повышении Реального Содержания То есть Это не только Борьба За денежный Эквивалент Но И это В общем-то Значит Борьба В Рамках Всей Экономической Системы Вот этот Пункт Казалось бы Он такой Незначительный Но он является Порой Камнем Преткновения Совсем Недавно Буквально Так сказать На На этих Выходных Состоялся Очередной Семинар Российского Комитета Рабочих Писения Сессии Российского Комитета Рабочих Где Был Обсужден Этот вопрос Вопрос Заключения Коллективных Договоров Вопрос В том числе Поднимался И вопрос О Индексации Вот вопрос Из зала Так сказать Был задан Зампредседателя Федерации Просоюза В России Олегу Борису Шубавичу Как вообще Воспринимают Работники Требования Индексации Поддерживают Или нет Встречают Это требование Поддержку Ответ Был дан Четкий И ясный Совершенно Нет Выдвижение Требования Об индексации Никакой поддержки В трудовых Коллективах Не встречают То есть Это Требование Заведомо Реакционное Поэтому Поднимать Его на флаг Совершенно Бесперспективно Это требование Буржуазии Борьба За заключение Коллективных Договоров Если говорить О Практической Плоскости Как Преломляется В ней Классовая Борьба Мы видим Что Там Где Есть Действующие Борющиеся Профсоюзы Там Идет Острая Напряженная Борьба Включая Создание Вот этого Коллективного Договора Включая Его Продвижение Путем Коллективных Действий В то же время Мы видим Что Представители Работодателя Тоже Не дремлют Они выходят Со своим Проектом Коллективного Договора Так Значит Они Пытаются Заручиться Поддержкой Большинства Работников Зачастую Мы видим Что Или Есть На предприятии Два Профсоюза Или Создается Специально Как это Было В Морпорт СПБ Создается Полностью Подконтрольный Администрации Профсоюз Портовик Который За счет Численности Позволяет Работодателю Получить Перевес В Коллективных Переговорах Это Естественно Разложение И Подкуп Верхушки Профсоюза Профсоюзных Организаторов К сожалению Это имеет Место И недостаточный Контроль Со стороны Членов Профсоюза За деятельностью Руководства Профсоюза Профсоюзной Ячейки Есть и другие Факторы Которые Использует Работодатель Но Самое главное Что он использует Он использует Разрозненность Он использует Разрозненность И То Что Конечно Как говорится Своя рубашка Ближе к тему И пока До тех пор Пока Не У Работников Не Появляется Чувство И Не Появляется Понимание Того Что Есть Кроме Личных Интересов Есть Интересы Коллективные И Борясь За Коллективные Интересы Они Могут Лучше И Полнее Реализовать В том числе И свои Личные Интересы Без Этого Борьба Конечно Успеха Не Имеет Не И Здесь Мы Должны Еще Такой Важный Аспект Рассмотреть Как Борьбу Политическую Вот мы Говорим о том Что Необходима Политическая Борьба Необходимо Завоевание Рабочим Классом Политической Власти И На Этой Основе Уже Дальше Построение Социалистической Экономики Которая Действовала В интересах Каждого То есть Обеспечение Полного Благосостояния И Свободного Всестороннего Развития Всех Членов Общества Безусловно Без Достижения Завоевания Политической Власти Это сделать Невозможно Но Можем ли Мы Перескочить Через Этап Экономической Борьбы В том числе Включая Борьбу По Отдельным Фирмам Как говорил Эосиф Фессионов Очевидно Не можем Потому что Если Рабочий Не может Перескочить Перейти И приступить Через Свои личные Интересы Через Свой личный Страх Какой-то И Начать Бороться За Своих Ближайших Соратников За того Рабочего Который Рядом С ним За соединенным Станком Стоит То Конечно Говорить о том Что Поднять Рабочий Класс На Всеобщую Политическую Борьбу Об этом Не приходится Всегда Идет Организация Класс Организуется Постепенно Идет Организация Вначале И Опять-таки В своих статьях Об этом Хорошо Подробно Пишет Идет Организация Цеху Идет Организация На предприятии Создание Профессионального Союза Идет Объединение Усилий Предприятия Одной Отрасли Литерриториально Объединенных И Эта Борьба Ширится И постепенно Охватывает Все более Более широкие Слои Все более Более широкие Слои Рабочих И Но Этот процесс Не может Происходить Спонтанно И для того Чтобы он Действительно Происходил Организованно И эффективно Вот это Объединение Должно И идти Под руководством Партии Рабочего Класса И прямо Пишет об этом Опять таки Товарищ Сталин О том Что во главе Профессиональных Союзов Во главе Лечеек Предприятия Должны вставать Коммунисты По нынешнему Названию В этом случае Значит Это объединение Будет Успешным И Подводя итог Сегодняшней Лекции Я бы хотел Сказать Что Так как В свое время Энгельс Писал О том Что Всеобщее Избирательное Право Является Показателем Зрелости Рабочего Класса И больше Оно не может Дать В условиях Капитализма То Сегодня Когда Казалось бы Всеобщее Избирательное Право Есть Но Реально Воспользоваться В интересах Рабочих Рабочие Не могут Показателем Зрелости Рабочего Класса Можно Наверное Считать С некоторыми Оговорками Вот Борьбу И Заключение Прогрессивных Коллективных Договоров Если говорить Не обо всем Классе То во всем Случае Те Коллективы Тех Предприятий Где Добились Заключения Прогрессивных Коллективных Договоров Где Люди Готовы К проведению Забастовки Готовы К статочной Борьбе Они Мобилизованы И Вот Эти коллективы Могут стать Ядром Для Формирования В том числе Советов И Установления В дальнейшем Советской Власти Спасибо Переходим К вопросам Пожалуйста Я? Пожалуйста Да У меня три вопроса Первый Мы знаем Что Революционная Ситуация Одной Слагаемых Это Резкое Обострение Нужды Бедствия Придящих Что Подразумевает Неподъем Отечественного Производства А его Спад Правильно? Обострение Время Спада Следуя Вашей Логике Так Я понял Нужно В этот момент Призывать Не к Всеобщеполитической Стачки А Забастовки По фирмам За прогрессивные Коллективные Договоры Правильно Я понимаю Что Это Та Линия Которую Вы будете Делать В момент Революционной Ситуации Это Первый вопрос Второй вопрос Вы полагаете Что Та редакция Статей 134 Которая Вносится Рабочими Депутатами Инициатива Снизу Она Сформулирована Реакционно То есть Требование Индекса Заработной Платы Не менее Индекса Инфляции Это Реакционная Формулировка Предложите Пожалуйста Свою Формулировку И Третье Правильно Я понял Что Не научившись Не пройдя Фазу Экономической Борьбы Не освоив Эти приемы Рабочий Класс Не может Идти дальше Замахиваться На борьбу Политической Спасибо Благодарю За вопросы Но я бы Начал С последнего Я думаю Что Вся лекция Была Посвящена И Действительно Это Не Мое Личное Мнение Борьба За Забоевание Прилитератно Политической Власти Исторически Имела Определенные Фазы Да И Так сказать В теории Потом Это было Подвержено Классиками О том Что Ну Невозможно Перескочить Так сказать Да Невозможно Построить Там Совершить Революцию И построить Социализм Сегодня На завтра Класс Класс Должен Организоваться Вот Экономическая Борьба Она Способствует Организации Класса Сплочению Класса Мы знаем Что Политические Требования Не Возникают Сразу Во-первых Изначально Как бы Идет Угнетение Идет По экономической Линии Прежде всего И Соответственное Требование Которое Возникает Прежде всего Экономические А политические Требования Да Они Присоединяются К экономическим И Мы Знаем Из Истории Опять-таки Ставичного Движения Что Чем Больше Забастовок Чем шире Это движение Тем Больше В большем Количестве Так сказать Выдвигаются Именно Политические Требования Ну Собственно Говоря Политика Начинается Там Где Начинаются Миллионы Если Речь идет О локальной Борьбе Это По большей Части Идет Борьба Экономическая Если Шире Чем шире Это движение Тем больше Политических Требований Но И здесь Надо сказать Что политические Требования Тоже Не сами По себе Возникают Политические Требования Возникают В результате Того Что Коммунистическая Партия Вносит Социализм В рабочее Движение Для того Чтобы эти Требования Возникали В рабочее Движение Нужно Вносить Эти Политические Требования Но В то же Время Нужно И организовывать Само Движение Потому Что Нужно Чтобы Было Куда Вносить Идеи Социализма Поэтому Я считаю Что Перескочить Через фазу Экономической Борьбы Невозможно И Так Сказать Всеобщая Стачка Возможно Как Объединение Усилий Различных Коллективов Сначала Должны Быть Индивуальны Так Сказать Иначе Этого Не Произойдет По Первому Вопросу В Характеристике Революционной Ситуации Речь Идет Об Ухудшении Сверх Обыкновенного Повышения Сверх Обыкновенного Положения Трудящихся Положения То есть Речь идет О конкретных Обстоятельствах И Чаще всего Это война Это война Мы знаем Что революции Они все таки Так сказать Начиная С Парижской Коммуны Будем говорить Париж был в осаде Вообще-то Немецкими войсками Был осажден Вот Война Приводит К положению Потому что Прежде всего Конечно Она ударяет По Представителям Эксплуатированных Классов По Рабочим Поэтому Говорить о том Что в мирное Время Ухудшение Положения Приведет Об этом Не приходится Соответственно Революционная Ситуация Может Сложиться В том Случае Если Произойдет Такое Ухудшение Изапное А Это может Случиться Понятно Потому что Империализм Империализм Говорится Всегда Чреват Войнами И Неизбежность Ленинский постулат Неизбежности Войн При империализме Никто не отменял Поэтому Если Вопрос Будет Стоять Таким образом Но И Борьба В мирное Время И военное Время Она имеет Совершенно Разные Аспекты Которых Мы сегодня Не касались Ну и Наконец В отношении Требования Индексации Значит Вот эта Статья Редакция Статьи Является По сути Дела Ну Такой Технической Вещью Потому что Суть Этой статьи Она не Затрагивает Более того Более того Если В Изначальной Редакции Речь Все таки Идет О Повышении Реального Содержания Заработной Платы В том числе Включая Индексацию То Добавляя Многочисленные Пункты Конкретизируя Индексацию Как ее Проводить С учетом Чего И так далее Вся Эта статья Весь ее Фокус Переносится С аспекта Повышения Реального Содержания На индексах Поэтому В этом плане Я считаю Что это является Редакционным Не какая-то Инициатива Снизу Это инициатива Буржуазии И соответственно Случай Оставить Прежнюю Брать Брать ее На щит И Пытаться Бороться Да Я считаю Что Нет Я считаю Что Если Замахиваться На Изменения Этой статьи То Надо Закладывать В эту статью Требования Обязательного Повышения Заработной Платы Если мы Говорим О реальном А я Сформулирую Таким Образом Проводить Обязательное Повышение Заработной Платы Включая Индексацию На Индекс Потребительных Цен Плюс Определенный Процент Да Совершенно Можно указать Конкретный Процент Я Спрашиваю Вы Придорогаете Законодательную Работу Провести Значит Ну Наверное Значит Наверное Какой процент Почему Нет Пожалуйста Из опыта Мы знаем Поскольку Мы не должны Быть Мечтателями И фантазерами Мы должны Опираться На реальные Так сказать На реальную борьбу На факты Мы знаем Из Борьбы Докеров За заключение Коллективного договора И за повышение Заработной Платы Что за Пункт Повышение Заработной Платы На 30% Люди Выходят Бороться А на повышение На 10% Не выходят То есть У нас есть Конкретные Цифры Из практики Заключения Коллективного договора Поэтому Мы спокойно Можем Опираясь На практику Зная Что это требование Будет поддержано Записать В эту статью Повышение На 30% А дальше Уже Да И так сказать Соответственно Еще один Аспект Который я Значит Который я Упустил Может быть Своей лекцией Опять таки Осип Виссарионович Пишет О В статье Посвященной Фабричному Законодательству О фабричном Законодательстве Что принято Фабричное Законодательство Конечно Оно Не гарантирует Так сказать Полного Обеспечения Интереса В работе Но Это является Достижением Потому что До этого Никакой Регулировки Не было Но Он пишет Конкретно Каждый пункт Вот этого Принято Каждый закон Был связан С конкретным Выступлением Вот это положение С этой стачкой Этот закон С другой С тачкой То есть Для того Чтобы Мы Провели Какой-то Прогрессивный Закон В Думу Не нужно Там Ни одного Человека Нужно Посадить Который Будет С трибуны Веща Нужно Проводить Есть Коллективные То есть Совершенно Обратный Подход Выступление Рабочего Класса Требования Выдвижения Требований Приводит К тому Что Законодатели Вынуждены Отвечать Естественно Они отвечают Не в полной Мере И Об этом Ждать Не приходится Но По крайней Мере Они Уменьшают Вот эту Разницу Значит Естественно Требования Будут Снижены Но Если Мы Будем Заведово Выдвигать Низкие Требования Мы Получим Еще Ниже Поэтому Требования Должны Быть Такие Чтобы Во-первых Людей Убедить В том Что Мы Действительно Выступаем За Их Интересы А Индексация Это Не Интересы Потому Что Да Мы Просто Одобряем Что Будем Дальше Берите Из кармана Ну Только На законных Основаниях Скажите Могите Вопрос Не по теме Не надо Нет По теме Владимир Дмитриевич Не перебивайте Мне Хочу задать вопрос Я по Ленину Читала Вот Вы Говорили Про Забастовку Про Всеобщую Политическую Старочку Так Как Надо Все-таки Правильно Начинать Так Как Ленин Говорил Чтобы Сначала Была Обычная Забастовка На одном Забуде На другом А потом Она Переросла В большую То есть Общую Всероссийскую Политическую Старочку Так Правильнее Как Ленину Я Если Правильно Сформулировала Вопрос Да Совершенно Верно Если Нет Если Нет Во Всеобщую Старочку Совершенно Верно Даже Здесь Всеобщая Она Это Так Больше Не то Что Условная Эфемизм Потому Что Естественно Она Складывается Из Забастовок На отдельных Предприятиях То есть Один завод Поднялся Второй Третий Четвертый Охватил И Дальше Это Распространяется Но Коллектив Должен быть К этому Готов И мы Знаем Что Внутри Поднять Рабочую На забастовку Внутри Предприятия Тоже Было Далеко Не все Шли Потому Люди С разными Убеждениями С разным Уровнем И Было Такое Выражение Снимать С работы Один Цех Поднялся И пошел Снимать С работы Остальных Приходит Бросай Работу И Так же И распространяется На другие С одного Перекидывается На Другое Предприятие Коллективы Во всяком Случае Если Ориентироваться На программу Коллективных Действий Это Участие Профсоюзов В том числе В контроле За Производственные Действия И за Финансовые Деятельности Конечно Добиться Это Очень сложно Но Это Есть Все В программе Коллективных Действий Которые Мы Должны Всячески Пропагандировать И продвигать Еще Вопросы Пожалуйста У меня тоже Три Вопроса Деньги Сейчас Мы Понимаем Что Статистик У нас Недово Достоверное Но Все Таки На Ваши Экспертные Оценки Как Человек Который Изучает Этот Вопрос Как Вы Считаете Если Все Предприятия Наши Взять За 100% Первое Какой Процент Охвачен Коллективными Договорами Второе Вскольки Процентах Есть Прогрессивное Требование Повышения Реального Уровня Зарплаты И Третье Вскольки Процентах Есть Выполнение Этого Требования На сегодняшний Момент Вот По итогам Предположим 2015 Года Это Первый Вопрос Второй Вопрос Скажите Пожалуйста По Опыту Запасторочной Борьбы Наших Зарубежных Товарищей По Классу Где Вы Видите Положительный Пример Именно Такой Формы Борьбы Вот Которую Сегодня Нам Рассказывали И Третий Вопрос Есть Такая Штуковина Называется Тройственное Соглашение В Ленинграде В Санкт-Петербурге Подписали Трехсторонние Профсоюзы Работодатели И Городская Власть И Если Я Не Ошибаюсь Значит Там Предусмотрена Довольно Прогрессивная Норма О Повышении Средней Заработной Платы По Региону На 2,4 Сверх Индекса Инфляции Вроде бы Реальное Повышение Вот Ваше Мнение Как Выполняется Этот Пункт И Насколько Возможно Использование Нами Этого Пункта Для развития Борьбы Что мы Должны Делать Благодарю за вопрос Значит Вопросы Вопросы Очень Непростые Вы подняли И Скажем так Значит Первый вопрос Касающийся Статистики Со статистикой Вообще У нас Все Не очень Благополучно Если мы Залезем На сайт Росстата Росстата То Такой Информации Боюсь Не найдем Я потому Использую Ваше Ваше Мнение Да Значит Не найдем Более того Так Скажите Там Вообще Вот Даже Если Говорить О состоянии Промышленности Вот Этих Часть Данных Там За 14 Год Часть За 15 Часть За 13 То Есть Иногда Сложно Сопоставить Даже Отдельные Цифры Потому Что За Так Сказывается Впечатление Что Картина Создается Такая Чтобы Было Сложно Разобраться Что Происходит В самом деле Поэтому Конечно Мы Можем Судить Наверное О Тех Примерах Третья Третья Часть Первого Вопроса Которая Говорит О том Что Где Заключены Прогрессивные Договора Прогрессивные И где Они Действуют В плане Повышения Заработной Платы Вот Наверное За прошлый Год За прошлый Год Реальное Содержание Не Было Повышено Отдельные Повышения Были Не Всегда Это Было Кстати Связано С Договорами Иногда Работодатель Сам Повышал Индекс Инфляции Повысил Но Сейчас Происходит Следующее Мотивируя Этим Так Называем Кризисом Работодатели Говорят О том Что Не Можем Выполнить Не Можем Учтите Наше Положение Бедственное Идите Навстречу И мы знаем Что В некоторых Профсоюзных Документах К сожалению Это Всплывало Что Надо Поддержать Сложный Период Когда Идет Сокращение Производства Надо Поддержать Работодателя И Его Требования Не Идти Навстречу Его Требования Поэтому Конечно В Период Спада Экономического Это Даже Можно Сказать У нас Не Спад А Идет Торможение Фактически Идет Торможение Мышленное Целенаправленное Вот Скорее Свою Это Статистика Отрицательна Но Есть Определенный Потенциал Мы знаем Что Коллективы Которые Борются Они Исчисляются На всю Страну Единицами Это Наверное Доли Процента К сожалению К сожалению Именно Именно Поэтому Опыт Этих Коллективов Это Прежде всего Докеры Это ПТК Это Форд Нужно Распространять И пропагандировать Для того Чтобы Другие Коллективы Тоже Брали На вооружение По первому Вопросу Достаточно Удовлетворил? Ну что Да Хорошо Итяните Значит Второй Второй По Второй По Опыту Борьбы Значит Ну вот Опять Таки Мы Знаем То Место Где Люди Приезжают И делятся Этим Опытом Да Это Российский Комитет Рабочих Значит Опять Таки Можно сказать Что Немного И числяются Единицами И К сожалению Пока Еще Мало Людей Знает Об Вот Этом Мероприятии О Действующем Семинаре По Рабочему Движению Но Сейчас Мы Имеем Больше Возможности Распространять Этот Опыт Через Газеты Через Интернет И Это Нужно Делать Ну и Наконец Я Хотел Бы Здесь Говоря О Борьбе Наверное Все Таки Есть Недооценка Программа Федерации Профсоветов России Задачи Коллективных Действий Вот Эту Программу Конечно Нужно Проштудировать Потому что Она Содержит Не только Чисто Экономические Требования Она Содержит И политические Требования И Если Говорить О Включении В борьбу За прогрессивный Коллективный Договор Политических Требований Она Содержит Достаточное Количество Требований Которые Действительно Расширяют Права Трудящихся И Позволят Им Вести Более Активную Борьбу За Свои Интересы Вопрос Последний Если Выступление Чисто Будет Последний Вопрос И выступление Вот Первый Давно Последний Вопрос Давать Наступление Пожалуйста Вопрос Нельзя Выступление Пожалуйста Мой вопрос Очень удачно Был Начать Предыдущим Спрашивающим Большое спасибо Это именно Вопрос О статистике Архивных Документальных Данных О заключенных Коллективных Договорах Но у меня Еще один Аспект И Отражаются Ли там Скольки Коллективных Договорах За 25 Лет По всей Нашей Стране Ставились Политические Требования Вот Нам Известно Что У Сталина Они Стояли Рядом И вместе Одновременно А вовсе Не так Что сначала Экономические 300 лет А потом Наконец Политические И Чувствуется Что Докладчику Очень по душе Эта схема А вот У Сталина Они Как раз Одновременно Вопрос Вопрос Пожалуйста Отход Остан Вопрос У вас Есть Известно И Скольки Коллективных Договорах Поставлены Политические Требования Ясно Пожалуйста Спасибо 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 За вопрос Значит Вопрос Так сказать Заключается В том Какие Требования Считать Политические Вот Сокращение Рабочего Дня До 6 часов И Введение 30-часовой Рабочей Недели Это Политическое Или Экономическое Требование Политическое Требование Это Требование Это Подождите Ну Дайте Я Отвечу На Вопрос Значит Это Политическое Или Не Политическое Требование Нет Кого Требования Подразить Раз Значит Второе Участие Управление Предприятием Это Какое Требование Это Чисто Экономическое Нет Значит Выборы По Трудовым Коллективам Это Какое Требование Экономическое Ну Вот Мы Договорились Для Того Что Выборы По Трудовым Коллективам Являются Экономическим Требованием Значит Конечно Включать Политические Требования в коллективный договор очень сложно но мы знаем что и в тот договор который мы начал сегодняшнюю лекцию политические требования тем более самые радикальные естественно войти не могли они не могли соответственно коллективный договор это соглашение это конституционное предприятие то что вы требования заявляете требования и то что вы получаете в итоге это вещи разные вещи разные и речь шла в сегодняшней лекции о том что коллективный договор это инструмент которым нельзя пренебрегать который нужно использовать прежде всего для самоорганизации для сплочения для получения навыков борьбы за коллективные интересы что такое коммунизм как не коллективные интересы вот если вы не можете побороться за так сказать свой коллектив родной для людей которых вы знаете бороться за счастье всего человечества вы тоже не сможете спасибо это мое глубокое убеждение давайте переходим к выступлению тоже в этом даме михалыч будь предоставлены так на всякий случай товарищи политика это красовая борьба и борьба эта может вестись разными способами и при работе на хорошем кортоговорном и борьбе за нее гораздо больше политики рабочего краса чем в пустом каком-то хождении на улице в пикетах и так далее рабочий крас хотят втянуть в политику в гнирую политику и надо сказать это удается и на Болотной были рабочие и на Майдане были рабочие но это рабочие были статисты пушечное мясо в руках самых реакционных кругов капитана поэтому могут ли рабочие прямо с конточка начать участвовать в политической борьбе да могут в качестве пушечного мяса в качестве статистов в качестве баранов которые идут за какими-то вождями для того чтобы рабочий крас осознал свои интересы начинать надо именно по предприятиям именно со своих товарищей как это и делали русские рабочие прежде чем выйти на всероссийскую слово всеобщее здесь не очень корректно потому что всеобщее никакой политической стачки не было не участвовало ну где-то процентов 50-60 рабочих во всей России если мы имеем ввиду стачку до 1605 года это много да но тем не менее эта стачка была подготовлена колоссальной борьбой рабочих в том числе стихийной в частности была петербургская промышленная война 1996 года сопровождавшаяся короссальными столкновениями с полицией без всяких политических требований без участия большевиков большевики здесь так сказать уже поздно спохватились не смогли здесь ничего сделать была буховская оборона у нас в Петербурге в 1903 году было множество потребовался расстрел 9 января чтобы рабочие отошли от царя 9 января между прочим рабочие петербургских предприятий крупных авангард можно сказать рабочего краса России шли к царю с иконами и с хоруглами и с просьбами так сказать и то и то и то вот и никаких там политических свержений самодержавия не было потребовался расстрел этой демонстрации чтобы было значит и по поводу ухудшения ну это вообще говоря как-то очень странно звучит вот благодаря Василию Ивановичу Шишкареву мы знаем как убивали Зир на протяжении десятилетий уменьшали зарплату люди уходили закрывали отдельные производства нерентабельные на территории коросального завода размером с город появлялись там картины как в сегодняшней Сирии или на Донбассе совершенно вот физически разбумбленных прямо вот как после бомбежки не знаю что там с ними делали трубы выдирали на металлограмм или еще чего-то цехов разрушенных вот люди ходили мимо этого на работу молодежь увольнялась последние годы уже Василий Иванович там работал там со своими ровесниками работали по три часа в неделю по два по три дня в неделю и вот это все потом уже не было воды горячей там в душевой в холодном раздевались и вот это вот убивали 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 и говорить о том что в такой обстановке такая обстановка способствует какому-то подъему борьбы но это Степан Сергеевич это с кем-то из нас что-то не так а как название это был заводом про который завод имени Лихачева вот это самое завод имени Лихачева и то же самое делается имя известно Степану Сергеевичу РМЗ и на электросире то же самое делается и никак нельзя сказать чтобы это убивание предприятий удушение их способствовало какой-то революционизации и так далее наоборот наиболее активные люди оттуда уходят остаются люди не очень здоровые остаются люди просто ленивые такие так сказать остаются остаются люди инертные которые вот которые сидят там уже дорабатывают на пенсии и ничего там не будет абсолютно с этого это так сказать по поводу вот этой совершенно реплики непонятной и в общем-то это надо сказать конечно требование индексации реакционно потому что требовать а и вот Виктор Акадь очень хорошо здесь привел пример что даже в отраслевом соглашении не в отраслевом а в стороннем соглашении Петербурга Ленинградской области оно более прогрессивно чем то что хотят вставить путем борьбы поднимая людей на борьбу в трудовой кодекс и как это работает я могу сказать как это работает вот в отраслевом соглашении работников оборонной промышленности профсоюза с работодателем и государством соответственно записано что заработная плата должна повышаться на индекс инфляции ежегодно и плюс 20% от индекса инфляции то есть если скажем инфляция была 10% то заработную плату номинальную надо поднять на 12% таким образом реальная заработная плата тоже несколько вырастет значит этому соглашению три года в ноябре этого года вот на предприятии где я работаю там была проведена так называемая индексация почему так называемая потому что на 8% подняли номинальную заработную плату причем что за год инфляция гораздо больше значит но тем не менее население правкома там было привлечено внимание к тому что во-первых это не индексация никакая даже а во-вторых что вот есть это межотраслевое не межотраслевое а так сказать отраслевое соглашение вот и после этого вот на 8% подняли в ноябре и еще заметно подняли в январе и вот можно констатировать что заработная плата номинальная выросла где-то на 16-18% что значительно превышает индекс инфляции значит к чему я это говорю к тому что будь это хоть в 10 трудовых кодексах записано будь это хоть еще где-то записано самые прямые указания трудового кодекса это не такие указания которые если не выполняются то можно вызывать милицию ОМОН и которые так сказать по ведут автоматически они будут выполняться никакой ответственности за неуполнение трудового кодекса не прописано в административном кодексе и добиться этого по-любому можно только борьбой а борьбой для борьбы есть все условия есть статья 134 где сейчас так сказать как-то это прописано есть статья есть межотраслевые соглашения трехсторонние на городском уровне есть отраслевые соглашения и таких соглашений уже довольно много надо посмотреть по каким подсоюзам они есть боритесь кто мешает и 130 статья трудового кодекса здесь вам в помощь и ряд постановлений судов я их несколько раз выкрадывал в ходе полемики верховного суда что должна повышаться заработная правда а без борьбы без коллективного трудового договора за счет того что где-то наверху будет внесено в закон что-то никакая милиция на основании этого трудового кодекса не прибежит к вам на предприятие сажать в тюрьму директора который не упорняет трудовой кодекс ну это вообще так сказать и отвергая вот идею вот это заключение трудового коллективных договоров и борясь за что-то там такое отвлеченное это вообще говоря тем более какое-то все там мутное никак не сформулировать было четко не было идею подать ну такое ощущение что товарищи просто хотят на второй срок переизбраться очень сильно почему-то их называют рабочими такие не рабочие там сейчас же у нас профессиональные думают что это рабочие кто там рабочие они профессиональные эти загсовцы и получают там зарплату так сказать непонятно что вот в общем-то здесь надо бы конечно поговорить по кругу договоров но времени уже нет а здесь как говорится нельзя было морчать я хотел бы два пункта затронуть один о реакционности требований индексации и второй это о реакционной ситуации по индексации вот у меня в руках газета нашей буржуазии правительственная российская газета считаю страница страницы 2 решат уравнением мрот повысит прожиточный минимум вопрос повышения заработной платы особенно актуален сейчас когда страна переживает нелегкие времена ну и дальше нелегкие времена характеризуются тем что у нас число людей с доходами ниже прожиточного минимума увеличилось с 16 до 19 миллионов человек а прожиточный минимум если не достигается это 19 миллионов человек обречены просто на голодную смерть у нас в современной России буржуазии значит при том значит ставить какие-то требования тем более игнорировать вообще ленинскую линию на том что во всех избираемых органах представительных органов надо ставить такие самые революционные требования чтобы они были знаменем для борьбы уже на фабриках и заводах значит если на фабриках и заводах скажем на Дальнем Востоке имеется требование индексация плюс 5% то я считаю поставить требование только индексации а не повышение на индекс инфляции плюс 5% а придать передовых рабочих которые есть в России придательская требование не только реакционная значит буржуазия везде записала в этих самых соглашениях я вам сейчас объясню почему почему это почему это требование буржуазное я хочу даже сказать больше требования повышения уровня реального содержания зарплаты тоже буржуазное потому что если оно повышается на уровень который который реальное повышение только на уровень ниже роста производительности труда за этот год то норма прибавочной стоимости возрастает объясняю вот сложилось определенное соотношение необходимого труда и прибавочного так что происходит с ростом цен с ростом цен как известно у всех капиталистов также увеличивается и прибыль они же все продают по повышенной цене да еще плюс монопольные наценки у них идет никакого сейчас кризису капиталистов нет у них идет бурный рост рабочие у которых фиксируется дескать прожиточный минимум они все падают падают и падают а если повышать требовать повышать номинальную зарплату на индекс инфляции плюс тот процент повышения производительности труда который в экономике произошел вот этот критерий Степан Сергеевич который надо поставить в этих всяких предложениях прямо в кодекс можно записывать тогда вот он это вот он такой который не рабочим не капиталистам а сохраняет норму прибавочной стоимости вот если повышается в такой же степени тогда какую-то часть технического прогресса научно-технического который идет за счет колоссальных вложений в науку в технологию и так далее он перепадает и рабочим если только индексация значит все плоды научно-технического прогресса отдаются только буржазии и попадают только в прибавочную стоимость поэтому минимальное что можно требовать это повышение уровня реального содержания заработной платы на индекс инфляции плюс темп роста производительность труда за соответствующий год если этого не требовать это предательство по отношению вообще к рабочему классу второе революционная ситуация революционной ситуации три есть параметра они один повышение бедствия больше обычного то что низы не хотят жить по-старому год низы не хотят по-старому поэтому был посвящен вот этот доклад а что не могут управлять по-старому это тоже это может посвящено потому что они не потому не могут управлять что они разучились управлять а потому что низы стали бороться за свои интересы так что верхи уже не могут управлять и не видеть в революционной ситуации самое главное борьбы рабочего класса это политическая слепота я думаю что надо сначала поблагодарить Дениса Борисовича поскольку он так сказать взял такую интересную тему и знает что она в конце концов ведется к определенному столкновению мнений и поэтому подвел нас к этому грамотно и интересно было слушать его и надо сказать что сегодня вопросы были интереснее чем часто у нас просто вот это раз второе я бы хотел сразу значит в начале своего выступления значит и от себя лично и по поручению организации которые я представляю заявить что мы двумя руками за программу коллективных действий мы за нее голосовали на съезде в рабочих рейках системы так и сейчас и на партийном съезде и на партийном съезде и она в практической плоскости в всяких предвыборных программах должна быть включена однако мне кажется что дальше так сказать одинаково что ли мысль часто мы начинаем спорить ну как бы сказать горячо но некоторыми не теми критериями так сказать измеряя результат или что-то мы все одинаково понимаем что необходима борьба за повышение зарплаты за условия труда мы стояли и более того без борьбы ничего не будет ничего не будет тоже все понимают отталкиваемся борьбу вдохновят массы будут втягиваться градус борьбы будет расти капитализма буржуев задницы к стенке будем припирать он будет неудобном положении вот какой здесь метод как вот ее значит развивать здесь я не могу согласиться с уважаемым докладчиком и с еще не менее уважаемым выступающим моими друзьями понимаешь значит мы знаем реально знаем нигде практически нигде реального повышения зарплаты в 15-м году нет нет более того везде есть реальное падение везде есть реальное падение на зарплаты значит даже если один где-то есть он картина ни на что удивляет это исключение уродливое которое правило и вот здесь я знаю еще один пример вместе с Герасимом президент с премьером себе в 2014 году повысили 2,65 садок реально вот поэтому и рабочий вот они не рассказать вот вам пример а везде на абсолютном большинстве предприятий на абсолютном большинстве на 99% не то что никакой индексации не проводят ничего не дают более того снижают снижают начинают с премии снижать потом снижают всякие дополнительные оговоренные и прочее прочее и так далее и тому подобное и вот в этом значит в этой ситуации когда выдвигается требование требование обязательной индексации не менее уровня инфляции а это одна из составляющих борьбы за реальное повышение зарплаты одна из составляющих великолепно это требование понимают и рабочие и все уважаемый Иван Михайлович и поддерживают и на этом требовании им очень удобно и доходчиво объяснять как их грабят и почему буржуи стеной стоят и не хотят поддерживать это буржуазное требование вместе с так сказать нашими уважаемыми товарищами вместе с Иваном Михайловичем не хотят пропускать их все и здесь выдвигая это требование не для того чтобы оно прошло в виде закона не верим мы в это прохождение или чего-то а в том что на этом требовании можно и нужно развивать общую борьбу сейчас она подхватывается и понятной становится а вы в это время говорите что нет давайте будем добиваться чтобы развивалось движение закол договорял на каждом предприятии и прочее да не против не против мы этого но мы понимаем что в ближайшее время мы этим требованием мы хватим одну десятитысячную предприятие которые в этом деле это в данном случае в некотором виде аналогия бейца вот когда мы на съезде принимали программу экономических действий вылез на трибуну билет вспомните а портунисты тут собрались измела делу рабочего класса убрать эту программу надо прямо прорисовывать курс на социалистическую революцию вот поэтому в данный момент вот в данной ситуации в условиях кризиса когда идет снижение всех так сказать показателей уровня жизни и реального содержания зарплаты это требование вносится правильно но способствует политизации движения расширению движения активизации этих масс и очень удобно в том числе так называемых народных избранников и оппозиционных от партии власти и прочих приземать задницы к стенке этим самым требуем значит вот допустил выражение Борис Денис Борисович что не как бы сказать не пройдя фазы или не освоив фазы экономической борьбы мы не можем мне кажется вот это неудачно выражено и неправильно это разбивать на фазы а не сказать что наша классовая борьба не может быть вполне полноценной если она не включает себя так сказать развитой экономической борьбы если люди не умеют бороться за рабочее место за зарплату за кусок хлеба конечно тяжелее так сказать вызывать на значит борьбу за советскую власть и прочее чего-то но опять же вот этот лозунг к которому мы значит бьемся спорим значит индексации не ниже реального уровня так инфляция на сегодняшний день он способствует этому делу и более того он способствует вовлечению в эту борьбу и более широких масс ну те же пенсионер ведь их тоже так же грабит если поглядить проведем вам индексацию только 4% правильно сказать мы вам уменьшаем пенсию только на 6% сейчас не больше вот тут что-то это как бы сказать удачный ход удачный политический прием который позволяет борьбу развивать и критика тем более обвинение этого дела что это чуть ли так сказать непредательства с научной точки зрения это неправильно это вредное дело это помощь сегодняшнему так сказать режиму этим деятелям которые стеной стоят против этого самого этой самой индексации чего-то я еще хотел сказать вот пользуясь тем что мы ну сегодняшней ситуации это дело рассматриваем значит что конечно сложно вот нам брать примеры хорошей классовой борьбы вот именно по поводу коллективных договоров зарубежных товарищей мы с Михаилом Васильевичем много раз пробовали греческих товарищей вытащить на этот разговор чтобы понять не очень получается потом где-то дошли там единичные примеры но в целом они так сказать стоят на форме отраслевых соглашений тарифных соглашений общих там ну типа наших тройственных союзов и прочее и на этой почве выводят очень так сказать и солидные массы и значит старта борьбы будь здоров какая интересно что на днях у меня 2-3 назад закончился съезд профсоюзов работников частных предприятий в Греции и вот в этих условиях когда казалось бы Сирия Сириза опять рванула вверх когда так сказать снова там радикальные так называемые левые пудрят мозги и переводят энергию борьбы там на Евросоюз еще на какие-то вещи но по результатам профсоюзных выборов по мы это классовый фронт всерабочий фронт Греции он свое положение улучшил раньше он был на третьем месте сейчас они по количеству мест в правлении а у них там уникальная система выборы идут по профсоюзным можно сказать партийным обвинениям они передвинулись на второе место с третьим еще улучшили свою показатель еще я хотел один пример из истории привести значит Иван Михайлович для вас вы любите что в зависимости от ситуации уровень предприятия и общий уровень всегда должны взвешиваться и рассматриваться помните Иваново-Звезенскую стачку 1905 год значит 159 депутатов рабочего совета первые сплотились из требования помните выдавали и так далее и заводчики и фабриканты почти сразу почувствовав опасность предложили готовы вести переговоры но каждый фабрикант с каждым депутатом со своей фабрикой вот за свой колдово на своей так сказать этой самой сице-набивной или меланжевом комбинате или где а рабочие держались нет все вместе вот все вместе на более высоком уровне поднимались по-разному но доросли до этого уровня поэтому поэтому и общие требования коим в данном случае относятся требования индексации как составляющие борьбы за реальный уровень зарплаты безусловно надо поддерживать и развивать и более того значит мы приняли решение поддержать профсоюзы и собственную инициативу значит с повторным наступлением на этого дела значит он внесен с доработкой с тем чтобы дать щелчок господа из единой россии трапезнику это токарь перумского завода единственный который в доме рабочего вроде представляет а у него главный аргумент был а что же мы индексировать будем одинаково и топ-менеджеру который 500 тысяч в месяц получается и токарю который там 40 тысяч получит вот этот момент учли и сегодня ЗАГС Карелии значит вынужден был проголосовать 34 голоса за значит остальные или уклонились или пригнулись от этого дела так как высказался Степанов один из депутатов который это уносил что чем ближе выборы тем больше депутаты любят так сказать заботиться о народе и прочее поэтому это тоже тот оселок на котором можно выбивать по крайней мере какую-то так сказать эту самую опору из-под ног и партии власти и так называемых защитников которые не до конца что-то ведут или доводят вот так я думаю не называя друг друга предателями там дело измены или чего-то а вообще так сказать в каждой ситуации надо смотреть как борьбу развивать сегодня это требование работает на развитие борьбы спасибо мы все лимиты израсходовали надо заключить на слово позиции определены уважаемые товарищи я благодарю всех за внимание и за те вопросы которые были заданы и за выступление потому что очень содержательная в этот раз получилась у нас и дискуссия и вопросы которые вы задали они конечно говорят о том что эта тема требует дальнейшего еще изучения и углубления в эту тему потому что конечно вопрос коллективных договоров как и вопрос классовой борьбы это вопрос неисчерпаемый я хотел бы отметить следующее ну говоря конечно о терминологии предательства здесь я не могу не согласиться наверное это немножко рисковато прозвучало как говорил мой учитель истории в свое время что на вопрос кто такие оппортунисты а это различные так сказать коммунисты так друг друга обзывали когда им что-то не нравилось программы друг друга вот поэтому наверное не будем следовать такому определению так сказать но по существу я хотел бы отметить что наверное если ориентироваться на рост производительности труда во всем случае по официальной статистике то мы далеко по зарплатам не уйдем это 0,7% по рост стату в следующем году поэтому наверное требования все-таки должны быть повыше безусловно то есть у нас нужен рост производительности труда а чтобы заставить расти это повышать производительность труда нужно повышать заработную плату все-таки требование которое является требованием рабочего класса это требование повышения заработной платы и наверное на этих позициях надо и стоять да это включает инструмент индексации но это оно не исчерпывается не исчерпывается и совершенно справедливо что мы так сказать нащупываем тот пункт то слабое звено в капиталистической цепи за которой можно ухватиться и вытащить всю цепь как говорил Владимир Владимирович Ленин значит наше понимание так сказать с этих слабых звеньев оно отличается но история покажет так сказать какое все-таки звено оказалось более слабым и кто оказался прав и поэтому я думаю что мы должны стоять все-таки на требовании повышения на требовании сокращения рабочего дня на требовании улучшения условий труда да хорошо если буржуазные политики выдвигают требования индексации пусть они этим собственно и занимаются а мы должны выдвигать свои требования в противовес и говорить о том что нет так сказать дорогие товарищи вас обманывают вам хотят навязать понижение и то что одни поддерживают представители класса буржуазия другие не поддерживают естественно что представители крупного так сказать крупного ну вообще буржуазии да они не будут поддерживать почему потому что любое повышение издержек для них минус зачем это поддерживать если это не проходит это замечательно поэтому нельзя на основании того что так сказать наши противники это не поддержали наоборот если бы они это поддержали это еще было бы дополнительным так сказать свидетельством того что это требование реакцион но они не поддержали по вполне понятным причинам зачем платить если можно не платить вот ну и наконец значит совершенно справедливо то что здесь прозвучало опять же сказал то что индексация не приводит к устранению имущественного неравенства мы должны требовать повышения ни всех не оклада всех подряд не индексация так сказать это как раз говорит о том что у всех должно поможиться совершенно нет мы должны требовать выравнивания имущественного неравенства за счет повышения заработной платы тех кто занимается производительным трудом благодарю за внимание спасибо 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 Продолжение следует...